Приветствую вас. Странная какая-то, получается, история у вас, если честно. Есть девушка, с которой у вас были отношения. Которая, вроде как, воспринимала вас. Ну, если вы вступили с ней в отношения, значит, она вас воспринимала. Таким, вот, необщительным. Но, потом, после, она перестала это делать. И, значит, скорее всего, что-то произошло. Что-то произошло такого, что простимулировало девушку к тому, чтобы с вами перестать взаимодействовать. То есть, что-то ее на это спровоцировало. Что ее спровоцировало? Я не знаю, потому что вы об этом не говорите. Но, я точно уверен, что то, из-за чего вы с ней расстались, с твоей девочкой, мало отношения имеет к вашей общительности. И именно. Почему? Потому что, тогда бы, вы, вообще бы с девочкой не смогли быть вместе. Отсюда следует. И, я надеюсь, понятно, что, помимо, вашей ответственности, за то, что произошло, есть еще и ответственность девушка. И, вот, ответственность девушки нужно, в первую очередь, вам отделить от своей. Потому что, пока вы обвиняете, например, себя в том, что вы такой вот, плохой, необщительный и так далее, и так далее, и так далее. Очень может быть. И, скорее всего, так оно и есть. Что, дело здесь, совсем не в вас. А дело здесь, скорее в ней. Поэтому, я, я предлагаю вам, подумать, как следует, на эту тему. То есть, я предлагаю вам, подумать, на тему того, да, не является ли, И, чисто девушкиной проблемой, тут она, тут она, тут она ушла. Отла. Не трогайте себя обвинять. Это успеется, на самом деле. Теперь, дальше. Следующий важный момент. Если говорить о том, что вы необщительны, то это определенные зажимы, барьеры, комплексы. Возможно, непринятие себя. Возможно, страх. Возможно, сверхмотивация. К, ну, к чему бы то ни было. Например, к общению с девушками. Например, к сексу. И, соответственно, данная сверхмотивация, вам мешает вести себя естественно. Вот, вот, собственно говоря, именно с этих моментов и стоит начинать, разбираться с тем, как и что делать с вашей стеснительностью. Там уже, в зависимости от того, что именно она из себя представляет, можно будет подбирать терапевтическую программу. Это первое. Второе. Чтобы быть более общительным, нужно в первую очередь расширяться вокруг головы. То есть, общение само по себе. Это означает, что между людьми, да, есть что-то общее. Ну, так вот, и давайте подумаем, что общего может быть у вас с девушками. И вообще с людьми. Давайте не будем отделять, да, девушек от людей других. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы расширить свой кругозер. Подумайте, как вы можете расширить свой кругозер. И после этого просто предпринимайте попытки, приобретайте навык этого. Предположим, вы не знаете, что сказать. Ну, что говорить. Вы не знаете. В принципе, я вполне вас понимаю. Вы можете не знать, что говорить. Но, при этом, при этом, я более чем уверен, что вы можете спрашивать. Вы можете задавать вопросы, вы можете интересоваться тем, что происходит. Ну, например, с людьми, с человеком и так далее. Вы можете интересоваться этим. Так вот, и интересуетесь. Спрашивать. Поверьте, людям очень нравится, когда их спрашивают. Людям очень нравится, когда им задают вопросы. Задавая людям вопросы, вы будете не только проявлять интерес к ним, и тем самым становиться для них более значимым. Но вы также и будете приобретать для себя самого что-то новое. И отсюда будет самый хороший результат. Ну, для вас. Для вас. Будет самый хороший результат. Так. Повышение своего кругозора. Так же. Никто не отменял. И потому. И потому. Для вас. Подобные. Вещи. Будут. Будут. Важны. То есть. Расширяйте. Свой кругозор. Постоянно. Старайтесь узнать. Что-то новое. Что-то новое. Для себя. То, что вам интересно. И. 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 Людей. Которые. Разделят. А. Ваши взгляды. Я полагаю, что это была такая когнитивная часть, когнитивный аспект вашей проблемы, но, безусловно, есть ещё и психоаналитический, чувственный, эмоциональный аспект, который вы можете сами не убрать. И для этого, глазник к вашим услугам, психологи, выбирайте любого на свой вкус и занимайтесь с психологом по поводу своей проблемы. Снимите комплексы, снимите запреты, станете более свободны в своих проявлениях, в своих импульсах и ваша жизнь изменится. Ну а на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.